МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И надеть наушники. Но почему-то программисты, которые придумали этих роботов, скрывают свои имена. Заглянуть в будущее хотя бы однажды мечтает каждый человек. Пророки и предсказатели всегда вызывают неподдельный интерес. Но известно ли кому-либо на Земле будущее человечества? Если да, то кто и зачем скрывает его от нас? Самым главным источником пророчеств до сих пор остается Священное Писание. В основном в самой Библии пророчеств очень много, их более тысячи. Но самое главное, наверное, главным пророчеством можно отнести то, что было сказано о приходе Мессии. Однажды это уже произошло. В еврейском Священном Писании Ветхом Завете упоминалось о приходе на Землю Мессии. Когда родится Христос, когда пройдет крещение и когда будет распят. Все это указано в книге пророка Даниила, причем с точностью до года. Что удивительно. Тогда первыми о появлении святого младенца узнали пастухи. Радостное известие сообщил им ангел. Второе пришествие Христа описано в книге «Апокалипсис». На этот раз, по словам Иоанна Богослова, Иисус Христос предстанет перед миром как Сын Божий. Его будут окружать ангелы, и не узнать его будет невозможно. Однако о дне, числе или хотя бы годе, в котором это случится, ничего не известно. О дне же том или часе никто не ведает, ни ангелы небесные, ни Сын, только Отец. Из Священного Писания известны и некоторые события, которые будут предшествовать явлению Христа. Сначала настанет конец света, некая глобальная планетарная катастрофа. Будут происходить землетрясения, солнечные затмения, падение звезд с небес. На Землю явится Иисус, будет страшный суд, и все получат по заслугам. А потом настанет тысячелетнее Царство Божие. Пророчества написаны все символическим языком, и человек должен думать над этим. И, допустим, в библейском тексте, он здесь состоит из пророческих текстов, скажем так, вот там стоит четкое указание, исследуйте Писание, а не просто верьте. Поэтому символический язык обязателен. Израильский математик Илья Хурибс уверен, что в Библии, написанной более чем две тысячи лет назад, содержится множество сведений о нашем времени. Основываясь на текстах Священного Писания, он безошибочно предсказал, что в 1991 году начнется война в Персидском заливе. Математик перепробовал множество комбинаций. Например, считывание каждой второй буквы в тексте или каждой пятнадцатой. Исследования Рипса увенчались успехом. Он смог найти код к зашифрованной информации и прочесть в Библии пророчества о войне. Допускаю. Это вполне возможно. Я слышал о том, что израильский математик путем библейских поисков и анализов сумел предсказать войну в Персидском заливе. Допускаю, что с помощью Библии и даже не могу сказать никакого слова вопреки. Просто каждому человеку открывается свое понимание. Это вполне допустимо. Основной интерес у тех, кто когда-либо занимался изучением Библии, вызывает пророчество о конце света. А точнее, дата наступления апокалипсиса. В 30-е годы прошлого столетия сенсационное заявление сделал американский пророк Эдгар Кейси. По его словам, в начале 21 века Землю ждет невиданная катастрофа, которая произойдет из-за смещения тектонических плит в районе Тихого океана. Кейси утверждал, что именно этот день называют Великим Судом. Пророчества Кейси не зашифрованы и вполне подробны. По его словам, главными жертвами природных катаклизмов станут Америка, Англия, Индия и Китай. Предсказания Кейси неутешительны и для Японии. Большая часть этой страны будет затоплена. Под воду уйдет и Северная Европа. В свою очередь, словно птица феникс, из моря покажется затонувшая Атлантида. Материк в Атлантическом океане. Единственным местом, по предсказанию Кейси, куда не доберутся ужасы апокалипсиса, окажется Западная Сибирь. Эдвард Кейси – это действительно пророк 20 века, тот, который, кстати, обещал реинкарнироваться в 21 веке, чтобы проверить точность своих пророчеств. Но почему на эти предупреждения никак не реагирует правительство этих стран? Возможно, они не верят Кейси. Но часть его пророчеств уже сбылась. Он предсказал атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки. О ядерных бомбардировках в этих городах говорил и великий Нострадамус в своей книге «Пророчества». Нострадамус – это краеугольный камень всех пророчеств. Что бы где ни говорили из числа пророков те люди, облеченные званием пророчества, пророкам, они обязательно выходят на Нострадамуса. Он как бы тот человек или та личность, тот объем знаний, вокруг чего вращаются все пророчества. Мишель Нострадамус был алхимиком, посвященным в древние знания. Он часто обращался к библейским сюжетам и даже писал, что свои предсказания совместил с рассказами предков. Великий пророк долго смотрел в металлическую чашу с водой, а потом записывал увиденное. Впервые Нострадамусу пришло озарение в 1548 году. Он предсказал множество событий. Среди сбывшихся – казнь Людовика XVI, Французская революция, Чернобыльская катастрофа и Вторая мировая война. Как известно, пророчества Нострадамуса зашифрованы и изложены в четверостишьях, которые считают величайшей загадкой мира. Очень много попыток расшифровать его пророчества. Очень много книг написанных по этому поводу. И все равно эти пророчества даются очень небольшому количеству людей в определенное время. И тогда они поражают своей точностью. Неожиданное расшифрование пророчеств Нострадамуса приходит вдруг кому-то избранному и тогда может об этом говорить. И все сбывается абсолютно точно. Особую роль в своей книге пророчеств Нострадамус отводил России. Именно он первым сказал, что в России в начале 18 века появится царь-реформатор. И действительно появился Петр Первый. Он же увидел в своих видениях сожжение Москвы и разгром армии Наполеона. Предвидел Нострадамус и гибель последнего русского царя Николая и революцию 1917 года. Французский прорицатель называет Россию по-разному. Страна Северного Ветра, Аквилон или Тартария. Как было принято в те времена. Толкователи Нострадамуса утверждают, будто России в 21 веке суждено сыграть решающую роль в мировых событиях. Некоторые эксперты даже выводят дату. 2025 год. В знаменитом документе, открытом письме к королю Генриху Второму, есть большой пассаж о стране Аквилон, которую нужно бояться, ибо она будет главной на мировой арене. Причем ее сила не в военной мощи, а в духовной. Нострадамус говорит, что Россия поможет Европе одержать верх в некой религиозной войне, после чего мир уже никогда не будет прежним. Главное пророчество Нострадамуса – приход трех антихристов, последний из которых появится в преддверии конца света. Первый, который на земле Аттилы построит новый Вавилон. Второе, что появится второй антихрист, который устроит совершенно безумно огромную войну в Европе. И третий – самый страшный, который объединит север и восток и разрушит мир. Поразительно, но в 16 веке Нострадамус использовал в своей работе приемы высшей математики, знания атомной физики и глубинных процессов планеты. Откуда он обладал такими знаниями? Считается, что все знаменитые пророки были посланниками высшего разума. Большинство предсказаний записано с помощью автоматического письма. Некий голос свыше сообщал им тайные знания. Пророчество, конечно, у дел избранных. А вот предвидеть ход событий может каждый. Главное – открыть в себе эти способности. У каждого человека есть дар, если не предвидение, то, по крайней мере, интуиции. То, что люди называют интуицией. Это можно развивать, этим можно даже очень увлечься. Есть специальные практики. В Индии много практикуется такого, что люди начинают многое понимать в грядущем. Жизнь Татьяны Дедюхиной изменилась после того, как ее ударило током. Сами собой начали приходить мысли и откровения, о которых Татьяна раньше даже не подозревала. Иногда эти мысли звучали как руководство к действию. Например, будучи успешной бизнесвумен, Татьяна все бросила и резко изменила свою жизнь. Да, страх был. Страх был, что... Во-первых, был вопрос. Почему я? Второй был вопрос, за что? Вот. И третий вопрос был, если я закрою магазин, то как я буду жить? Вот. Материально. Некоторые уже называют Татьяну современным пророком, но женщина уверена, ее заслуги здесь нет. Знания приходят от высших сил, а она просто проводник важной информации из космоса. Нет, я не избранный человек. Я, знаете, я динамик от проводов, включенных в высшие знания. За несколько лет Татьяна стала неким оберегом для близких и друзей. Она может предупредить человека об опасности или неудаче, потому что знает его будущее. Но главной информацией, полученной из космоса, Татьяна считает пророчество о возникновении новой цивилизации. Последняя цивилизация прекратила свое существование 11 августа 1999 года. Когда, кто помнит, молодые ребята, молодые люди, которые могут вспомнить, что это был Армагеддон и Апокалипсис, когда говорили о солнечном затмении, ну, вот тогда земля 17 минут находилась в коме. У земли была клиническая смерть. По словам Татьяны, солнечное затмение было отправной точкой к началу новой цивилизации. Причем возникла она не где-нибудь, а в России и со временем охватит всю территорию бывшего Советского Союза. В какой-то степени каждый человек отчасти пророк. Мы ежеминутно предрекаем развитие тех или иных событий. К примеру, можно точно предсказать, что будет со стаканом, который падает со стола. Он разобьется. Всем знакомы фразы «я же говорил», «я предупреждал» или «я так и знал». Мы произносим их, не задумываясь. А ведь эти фразы означают, что человек предвидел ситуацию, знал о ней заранее. Такое бывает со всеми практически. Поэтому можно говорить о том, что дар большой или небольшой есть практически у всех людей. Часто пережитая трагедия полностью изменяет человека. И у него появляются сверхъестественные способности. Например, всемирно известная прорицательница Ванга. На ней показали пример, то, что это был человек слепой, без зрения. Но она видела все. То есть она говорила, как с глазами. Плюс она признавалась открыто, что с ней находится рядом тот, кто ей это все диктует. Зрение Ванга потеряла в 11 лет. Она попала в эпицентр сильнейшего смерча, который пронесся по маленькой деревушке, где жила девочка. Она попала девочкой в грозу и бурю. Она подняла ее на высоту, переместила на определенное расстояние, после чего она начала прогрессивно слепнуть. И спустя какое-то время выяснилось, что она видит души и общается с ними давно у умерших людей, то это надо было воспринимать как особый редчайший феномен. Она действительно находилась физически, будучи на земле, в контакте с теми, кого уже нет. И тому было много подтверждений. Учась в школе для слепых, Ванга освоила сразу две профессии – поварихи и портнихи. Казалось бы, все как у всех. Но впервые она поразила односельчан, когда врачи поставили ей диагноз – полиомилит. Прогнозы были неутешительными. Но Ванга выздоровела, как говорили соседи, мгновенно. Всемирную известность Ванге принесло пророчество о начале Второй мировой войны. После этого ее дом превратился в место паломничества. Ванга давала моментальный ответ на самый болезненный вопрос, на самый конкретный вопрос, который был у человека. Я знаю, что она искала пропавших людей, помогала в каких-то тяжелых ситуациях, с болезнями, какие-то судьбоносные решения помогала давать. Поэтому она пользовалась такой популярностью. Всю свою жизнь Ванга помогала людям. Один из исследователей подсчитал, что за 25 лет сбылось более 7 тысяч ее пророчеств. Ванга знала не только будущее, но и прошлое человека, стоящего перед ней. Это подтверждают рассказы очевидцев. К примеру, такое потрясающее, как визит советского актера, народного артиста Вячеслава Тихонова, известного всем как исполнителя роли Штирлиц, когда он навестил Вангу, первое, что она его спросила, почему он до сих пор не купил часы. А дело было в том, что Тихонов в свое время дружил с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. И у Тихонова должен был быть день рождения, но Гагарин не успевал перед отъездом на сборы сделать подарок и сказал, купи себе от меня будильник. А потом вскоре Гагарина не стало. Ну, естественно, Тихонова уже было не до будильника. Множество мировых лидеров, всемирно известных артистов и сильных мира сего побывало у Ванги. Однажды ее даже посадили в тюрьму за то, что она сообщила о грядущей смерти Сталина, причем назвала точную дату. Прошло шесть месяцев, и пророчество сбылось. Она предрекла покушение на Джона Кеннеди и убийство Индиры Ганди. Ванга не проходила каких-то специальных исследований, насколько мне известно. Ее исследовали болгарские ученые, болгарские психологи. Но это были исследования не на основе какой-то доказательной базы. Это просто наблюдение, описание. К таким феноменам важно относиться, как к феноменам, не пытаться на них натянуть сетку своих объяснений. Но количество совпадений превышает вероятность. Ирина Юрина открыла в себе новые возможности после автомобильной аварии. Когда закончилась студенческая вечеринка, ее и подруг вызвался отвезти домой однокурсник. Девушки охотно согласились. За разговорами и веселым смехом они даже не поняли, что произошло. Внезапный удар и темнота. Ирина оказалась в реанимации. Пока врачи пытались вернуть ее к жизни, она наблюдала за их действиями со стороны. И смотрю сама на себя. Я вижу себя, что лежит мое тело, все в проводах, накрытое на огромной кровати, и начала осматриваться по полоте. Ирина вспоминает, когда ее тело было в критическом состоянии, душа испытывала легкость и спокойствие. Только очнувшись, она поняла, что попала в автокатастрофу. Ей пришлось заново учиться ходить, ухаживать за собой и даже есть. Ежедневно родным и близким Ирина задавала лишь один вопрос. Где мои девочки? А где мои девочки? А где мои девочки? У них была одна и та же песня для меня. То есть девочки в других больницах, у них другие травмы, с ними все нормально. На тот момент я не знала еще, что одна из моих подруг погибла на месте. Не говорили мне об этом. Смерть лучшей подруги повергла Ирину в шок. Девушка постоянно плакала. После аварии, когда я попала домой, так располагается комната, что зеркало, около зеркала столик. На этот столик я поставила ее фотографию, где она одна. И еще около зеркала были фотографии, где мы вместе. Я очень по ней скучала. Один только взгляд на фотографию доставлял Ирине боль. Более того, по ночам начали сниться кошмары. Друзья посоветовали убрать фотографию подруги. Тогда, когда я убрала фотографию, первую ночь я спала спокойно. Думала, что это совпадение. До сих пор я эти фотографии не доставала, и до сих пор ни одного подобного сна мне не приснилось. Самое поразительное то, что ночные кошмары Ирины сменились на сны, которые принято называть пророческими. Первыми оценили пользу от внезапно появившегося дара провидения однокурсники. Они были просто счастливы, когда Ирине снились экзамены. Ведь благодаря таким вещам с нам она заранее знала вопросы, которые достанутся тому или иному студенту. Ирина уверена, эти способности появились у нее после стресса и пережитых травм. Эти сны, я не могу загадать, не могу провоцировать их. Они приходят сами по себе. То есть приснился сон, значит, где-то что-то происходит. Видеть пророческие сны могут лишь 5-7% людей. Откуда появляются такие способности? И почему лучшее время для вещего сна – полнолуние? Ну, в культуре существует описание, когда лучше видеть эти сны, вещи или не вещи. Ну, допустим, известно, что в период полнолуния активность, связанная с вероятностным прогнозированием, возрастает. И поэтому люди чаще видят сновидения, которые отражают существующие закономерности. То есть мы в эти периоды становимся особенно чувствительными к восприятию интуитивной информации. Как отличить вещи сон от обыкновенного? Оказывается, проснувшись утром, человек интуитивно определяет, каким было сновидение. Вещий сон, он всегда сопровождается так или иначе ощущением эмоционального подъема. Если мы возьмем, ну, такие сны-догадки, которые известны из истории, допустим, Меделеевская таблица, периодическая таблица элементов, или Август Кекуля, который увидел молекулу бензола в одном из своих дремотных состояний. Люди были сконцентрированы на этой проблеме. Они жили ей. И поэтому вещи сон, это иногда такое интуитивное озарение относительно природы возможных событий. Один из самых известных вещих снов сон президента Линкольна. Ему приснились похороны, гроб в Белом доме. Он подходил к незнакомым людям и спрашивал, кто умер. В ответ слышал лишь одну фразу. Президента застрелили в театре. Не прошло и десяти дней, как Линкольна убили. Марина Онищенко и вся ее семья видят вещи и сны. Мне брат говорит, Марина, ты представляешь, приснился сон, что в семерках кто-то умрет. И говорит, не знаю, что делать. Я не знаю, кто умрет, но кто-то обязательно умрет. А через три месяца произошла трагедия. Мать Марины вместе с отчимом пошли навстречу с человеком, который снимал у них жилплощадь. Через три месяца квартирант поджег моих родителей, то есть мою маму и моего отчима. Это было 2005 год, 2 плюс 5, это равно 7. На седьмой месяц, июль. И отчим умер на седьмой день после того, как попал в пожар. Родители Марины в очередной раз пришли поговорить с квартирантом. Изначально мужчина собирался выкупить это жилье, но спустя 5 лет передумал. Родители Марины поставили ультиматум. Либо покупай квартиру по цене, которая их устроит, либо съезжай. Квартирант пригласил хозяев квартиры в гости попрощаться и передать ключи. Мама говорит, а где ключи от Сараев? Он говорит, ну сейчас я принесу. Его нет 5 минут, 10 минут нет. Маму уже с отчимом запереживали, где он. Только к дверям он забегает с двумя трехлитровыми банками бензина, обливает их и кидает в них туристические спички. Естественно, мама с отчимом в шоке, в панике. Он быстро закрывает железный засов и начинает убегать из дома. Родители Марины получили сильнейшие ожоги. Ее отчим на седьмой день после трагедии умер. За день до его смерти Марине приснился страшный сон. Я бегу к своему отчиму, которого я никогда не называла папой, со слезами на глазах. И кричу, папа, папа, пожалуйста, не уходи, я тебя умоляю. А он отдалялся, как отплывал от меня. И сказал, извини, но мне пора. Это случилось в 5 утра, этот сон мне приснился, я сразу проснулась. И нам сказали, что в 5 утра он умер. Марина считает, что подобные пророческие сны, возможность предвидеть события, это дар неких высших сил. Я считаю, что это высшие силы говорят, что должно быть, что произойдет. Предупреждают, обучают нас для того, чтобы мы знали, как действовать в некоторых ситуациях. В раннем детстве Марина поняла, что ей снится будущее и решила обсудить это с мамой. Когда первый сон мне приснился, мама сказала сразу, что я проводник, и мне будут всю жизнь сниться сны, которые сбываются. Но надо научиться их правильно интерпретировать, для того, чтобы понимать, что меня ждет в будущем и моих близких. Чтобы узнать будущее, не обязательно обладать сверхъестественными способностями или ходить к гадалкам. Достаточно следить за знаками, окружающими нас. Иногда эта информация приходит даже через оговорки, через какие-то случайные действия, которые человек совершает. То есть эта информация может просачиваться через совершенно разные каналы, иметь совершенно разные источники. Исследователь паранормальных явлений Юрий Пичугин изучает пророческие знаки. Оказывается, обычные фотографии, которых в каждом доме сотни, способны пророчить будущее, конечно, если человек сможет его разглядеть. Дело все в том, что в это время, когда происходит фотография, останавливается мгновение, останавливается время, и отнимается одно измеление пространства. То есть как бы происходит возвращение каким-то истоком бытия. Это фотография свидетельства грядущей трагедии. На ней изображен Виктор Цой с женой в окружении друзей. Вот обратите внимание, крючки, казалось бы, совершенно такая посторонняя деталь, казалось бы, фоновая деталь. Над всеми крючки, вот все остальные крючки торчат вверх, и только один крючок загнулся и торчит вниз. Напоминая, как бы, положение руки в римских амфитеатрах, когда гладиатора приговаривали к смерти. А самое интересное, если посчитать количество промежутков между крючками, то оно соответствует тому количеству лет, которое осталось Цою жить. Эта фотография сделана в 1985 году. Не стало Виктора в 90-м. На мой взгляд, и это совпадение не случайно. Вот обратите внимание, как фотография пытается нас натолкнуть на этот символизм. Другой пример принцесса Диана. Этот снимок сделан в год ее гибели. Если мы прочтем, здесь две надписи. перигу минес, это, видимо, по-испански. Значит, предупреждение о минах, но минс еще стоит на английском. И мы видим череп и кости. Но в английском языке слово мин, минс, майн, оно означает мое. Слово минс, как таковое, в множественном числе, не употребляется. Но в данном случае, на мой взгляд, идет некий каламбур. И как бы показывает, что здесь вот череп и кости, минс, как бы мои. А этот снимок у многих экспертов вызывает искреннее удивление. На этой фотографии изображен Адольф Гитлер в приветственной позе с поднятой рукой. Если присмотреться, то с другой стороны можно заметить еще одну приветственно поднятую руку. Две поднятые руки существенно уже меняют ситуацию. То есть это уже знак капитуляции. То есть реально вот эта фотография подсказывает, что та война, которую он непосредственно сейчас объявляет, она будет проиграна. Одним о результатах великих сражений и судьбах мира говорит внутренний голос. Другим – божественные силы. Третьи видят будущее на фотографиях. Елена Павлова считает, что судьбу можно предсказать по дате рождения. Более того, те или иные цифры связаны с определенными способностями человека. Все люди, которые родились в 70-х годах, то есть это поколение 70-ников, в 80-х годах поколение 80-ников, это все люди, которые обладают так или иначе сверхспособностями. Дата рождения – главное число для человека. Оно определяет всю его жизнь. Ваши внутренние черты характера, ваши плюсы и минусы, ваши предрасположенности к определенным видам заболеваний, ваша предрасположенность к виду деятельности, вплоть до того, кем вам лучше быть, в какой профессии легче будет состояться, в роли начальника или подчиненного, либо, может быть, просто предпринимателя, бизнесмена. Мир вокруг нас содержит великое множество чисел. Номера домов, квартир, машин, часы и кредитные карты – везде есть числа. По мнению экспертов, числа являются отражением нас самих. Они не случайно входят в нашу жизнь. Число – есть суть всего, любил говорить Пифагор. Изначально могу сказать, что все нумерологи так или иначе обращаются к Пифагору. На самом деле, вот то, что Пифагор нес сам себе уровень знаний, я думаю, что до него еще никто не дошел. То есть у него глубина знания цифры гораздо больше, чем то, что мы можем видеть на данный момент. Но ту нумерологию, которую использую я, это один из его вариантов, по-моему, система гениальная. Гениален был и сам Пифагор. Он утверждал, что цифры правят миром. Все сущее имеет абстрактную величину, поэтому все в этом мире от стула до великих сражений можно сравнить с числами. Больше двух тысяч лет прошло со дня смерти Пифагора. Но понять его видение цифр и их связь с миром пока никто не смог. Еще один математик, человек-загадка, пророк, мистификатор Вольф Мессинг. Еще до начала войны с фашистской Германией Вольф Мессинг предсказал победу Советскому Союзу. Более того, в 1940 году он назвал День Победы 8 мая. Но Мессинг был в первую очередь великим гипнотизером и телепатом. Безусловно, он относился к категории суперсенсов, то есть людей, которые отличаются сверхвысокой, повышенной, анормальной чувствительностью к так называемым тонким воздействиям. Советское правительство впервые поверило Мессингу, когда тот прошел в Кремль к Иосифу Сталину через несколько постов охраны, не имея ни пропуска, ни сопровождающего. Некоторые утверждают, что Мессинг владел техникой, которую в современном мире называют НЛП. Нейролингвистическое программирование. Примерно такими же навыками обладают многие уличные гадалки, способные раздеть человека до нитки. Под гипнозом можно изнасиловать только того, который хотел бы быть изнасилован без всякого гипноза. Под гипнозом отдает деньги тот, который мог бы отдать деньги без всякого гипноза. Вот и все. Большинство людей готовы платить гадалкам, чтобы узнать будущее. Но можно ли верить их предсказаниям? Проверить, верно гадание или нет, можно только одним способом, дождаться, чтобы оно сбылось. Проверить иначе гадание, правильно оно или неправильно, невозможно. Станислав Костюшкин своего пророчества дождался. Однажды на гастролях к группе подошла цыганка. Сказала, что ей не нужны деньги, она просто хочет погадать. Я согласился, ну давайте гадайте, просто интересно, что будет дальше у меня в жизни. А я приблизительно уже, ну, просто в моей жизни происходили перемены в личной жизни. Мне было интересно, ну, почувствует она или не почувствует. Первым делом цыганка сообщила Станиславу о том, что совсем скоро он встретит на своем пути любовь. Но предупредила, что перед этим случится трагедия трагедия в его семье. Я, с одной стороны, испугался, потому что я не знал, какая трагедия ожидает мою семью. И, с другой стороны, я порадовался тому, что, ну, планы мои, ну, может быть, правда сбудутся, раз цыганка так говорит. Вернувшись с гастрольного тура, Стас узнал о том, что у его бывшей жены умер отец. Стало ясно, о какой трагедии ему говорила цыганка. Начало сбываться и второе пророчество. Стас снова влюбился. Через какое-то время мы, у нас с Юлей начались отношения. И действительно, все сбылось. Так что, с одной стороны, мы всегда говорить будем, что это случайность, с другой стороны, наверное, это вот какая-то вот такая закономерность, неведомая дам. Во все времена существовали пророки, прорицатели и ведуньи. Первыми предсказателями и астрологами на Земле считают народ племени Майя. На самом деле, астрологи среди них были величайшие. Это говорят ученые, которые не столько астрологией, сколько астрономией занимаются, потому что там все соответствует науке. Эксперты уверены, если у человека есть дар предвидеть будущее, он непременно должен его использовать. Ведь эти возможности посланы ему свыше, неким космическим разумом, чтобы помогать другим людям. В противном случае он будет наказан. И наоборот, если таких способностей нет, не надо испытывать судьбу. Но если человек неподготовленный вдруг возьмется гадать себе, а еще хуже другие, просто ради того, что ему нравится это занятие, или чтобы произвести впечатление, это может привести к большим бедам. Можно такого натолковать и так повернуть дорогу свою или других людей, что это закончится неприятностями. Иван Тимощук карты в руки больше не берет. Однажды в его жизни произошла печальная история, которая до смерти его напугала. Он решил погадать на картах. Да, просто попались на глаза, я их купил, там, по-моему, даже в обычном киоске. Вот, мне просто было интересно, ради интереса решил попробовать. Ну, и так раскидывал там. День ото дня Иван периодически гадал, то на себя, то на родных. Одних это забавляло, другие с интересом слушали предсказания Ивана. В один из ничем не примечательных дней Иван почувствовал некую тревогу в душе. С каждой минутой его состояние резко ухудшалось. Потом начала поступать тошнота, голова начала кружиться, боли начали какие-то в голове, сердце схватило, я тогда как бы испугался, что сердце болит. Прям... вообще очень плохо стало, как-то тяжело дышать, воздуха не хватает, хожу, думаю, что такое там. Сначала думал, может быть, что отравился, съел что-то не то. И потом думаю, раскину карты. Выведав у карты о прошлом и о будущем, Иван принялся расспрашивать о настоящем. Настоящая выпадает смерть. Как бы я весьма удивился, второй раз раскидываю, карты все меняются, настоящая смерть остается. Как бы я уже не тасовал, там, раза 4-5, то есть, настоящая всегда была смерть. Долгое время Иван пребывал в недоумении. В голову ему пришла идея раскинуть карты на судьбу собственной бабушки. Раскидывая на бабушку, выпадает сразу настоящая смерть, будущая вдова. Я как бы прям испугался тогда, думал, может быть, ну неужто, что-то с дедом там случилось. Не прошло и двух часов, как Ивану сообщили о смерти дедушки. То есть, человек, увидев карту смерти, и вдруг неожиданно действительно получается, что его дедушка умирает, это или спонтанное сновидение, потому что все мы обладаем такую способность, только этот дар может быть больше или меньше. Человек, желающий узнать будущее, которому не готов, может серьезно пострадать. Во время предвидений, предсказаний или гаданий открывается канал к энергоинформационному полю Земли. Там находится одновременно будущее, настоящее и прошлое. Более того, на связь могут выходить сущности, как светлые, так и темные. Подселиться какая-то сущность, прицепиться, просто человек начнет сходить с ума. То есть, неподготовленному человеку нельзя заниматься сновидением. Он случайно может себе пробить канал, который потом ему навредит. Обывателям лучше не совать нос не в свое дело, а ориентироваться по приметам. Ведь народные приметы это одна из разновидностей предсказаний. У Марины Хлебниковой сверхъестественных способностей нет. Да и заглядывать в будущее ей боязно. Певица говорит, что в ее жизни несколько раз повторялась одна и та же ситуация. Теперь это ее собственная примета. Как только на гастролях Марина поет песню об обледеневшей взлетной полосе, вся группа становится заложницей города, в котором находится. полоска взлетная облицемела милая пусть ты меня разлучница пусть ты скорее постылая Они говорят, Марина, у нас такая погодная обстановка тревожная. Не пою Христом Богом полоска взлетная. А у меня полоса так там слова в песне простые а ты полоска взлетная обледенела милая. Обледеневшая взлетная полоса обозначает не вылет из города опоздание для артиста на другое мероприятие. Долгое время Марина не верила в эту примету и не относилась всерьез к словам музыкантов, которые давно провели аналогию. За время гастрольной работы Марина не могла улететь из аэропортов в Одессе, Ялте, Самаре и Норильске. В последний раз примета сработала во Львове. Во Львове выпал снег, мы тоже не могли уехать. И с той поры я в таких городах, где есть рядом водоем, в зимний период времени полоску взлетную не пою. Во все времена и при всех дворах были ведуньи и прорицатели и провинции. У Петра Первого с юных лет советником был маг-астролог Яков Брюс. Именно он предложил императору обустроить столицу по примеру звездного неба. Идея состояла в том, чтобы бульварное и садовое кольцо в совокупности насчитывало 12 ворот по числу знаков зодиака. С того момента родилась астрологическая карта Москвы, по которой и по сей день развивается столица. Самым известным пророком царской России считается монах Авель. Очень таинственная и загадочная фигура в российской истории такого пророка как монах Авель. Крестьянский сын, который родился в марте 1757 в деревне Акуловка Алексинского уезда Тульской кубернии в семье крепостного помещика Нарышкина. И в возрасте 39 лет с уже 20-летним стажем монашества начал писать пророческие книжки. Монах Авель предсказал Екатерине Второй внезапную кончину. За это императрица посадила его в крепость. Впоследствии оказалось, что пророчество было верным и сын Екатерины Павел узнав об этом приказал отпустить монаха и привезти в Петербург. Но и Павлу Авель предсказал ужасную судьбу и за неприятное пророчество был сослан в Валаамский монастырь. Павла убили 11 марта 1801 года, как и говорил монах. В следующий раз Авеля упрятал за решетку Александр I за то, что монах предрек нападение Наполеона на Москву и трагическую кончину дома Романовых. Авеля опять упрятали в застенок. Где он и скончался? В арестантском отделении Суздальского Спаса Ефимова монастыря в 1831 году на 75-м году жизни. Что, кстати, сам себе же и напророчил. Как показывает история, знание о будущих трагических событиях еще никому не помогло. Жрец-предсказатель, с которым Юлий Цезарь любил обсуждать дела, однажды посоветовал ему не посещать совещание Сената. Как бы он не хотел, обстоятельства сложились так, что привели его именно на это заседание Сената и случилось его гибель. То есть, если что-то сказано, то оно сбудется в любом случае. Как бы человек не пытался это обойти. И если человеку предсказать, что он утонет в океане, и он решит не плыть пароходом, полетить самолетом, сами понимаете, что, пролетая над океаном, может случиться все, что угодно. Марк Юний Брут обманным путем затащил Юлия Цезаря на совещание и заговорщики закололи его прямо в Сенате. Пророчество свершилось. Какова же в действительности миссия пророков? И могут ли их предсказания спасти человечество? Конспирологи уверены, некие тайные общества давно знают, как правильно трактовать священное писание и о чем предупреждали человечество Нострадамус и Ванга. Именно с подачи этих обществ великих пророков объявляют сумасшедшими, а их предсказания вымыслом. Смысл жизни и судьба цивилизации и путь к спасению держатся в строжайшем секрете. И вряд ли сильные мира поделятся с нами тайными знаниями. Но каждые 628 лет на Земле появляется великий пророк. Он хочет донести до человечества космические знания. Но люди не слышат пророков. В Индии создали роботов-предсказателей, которые быстро и всего за 5 рупий предсказывают будущее. Машина уверенным голосом на четырех диалектах индийского языка готова рассказать о прошлом, настоящем и будущем любому желающему. Достаточно лишь сообщить ей дату своего рождения, имя и надеть наушники. Но почему-то программисты, которые придумали этих роботов, скрывают свои имена. Заглянуть в будущее хотя бы однажды мечтает каждый человек. Пророки и предсказатели всегда вызывают неподдельный интерес. Но известно ли кому-либо на земле будущее человечества? Если да, то кто и зачем скрывает его от нас? Самым главным источником пророчеств до сих пор остается Священное Писание. В основном в самой Библии пророчеств очень много, их более тысячи. Но самое главное, наверное, главным пророчеством можно отнести то, что было сказано о приходе Мессии. Однажды это уже произошло. В еврейском Священном Писании Ветхом Завете упоминалось о приходе на землю Мессии. Когда родится Христос, когда пройдет крещение и когда будет распят. Все это указано в книге пророка Даниила, причем с точностью до года. Что удивительно. Тогда первыми о появлении святого младенца узнали пастухи. Радостное известие сообщил им ангел. Второе пришествие Христа описано в книге Апокалипсис. На этот раз по словам Иоанна Богослова Иисус Христос предстанет перед миром как Сын Божий. Его будут окружать ангелы и не узнать его будет невозможно. Однако одни числе или хотя бы годе в котором это случится ничего не известно. О дне же том или часе никто не ведает ни ангелы небесные ни Сын только Отец. Из Священного Писания известны некоторые события которые будут предшествовать явлению и вполне подробны. По его словам главными жертвами природных катаклизмов станут Америка Англия Индия и Китай. Предсказания Кейси не утешительны и для Японии. Большая часть этой страны будет затоплена. Под воду уйдет и Северная Европа. В свою очередь словно птица феникс из моря покажется затонувшая Атлантида. Материк в Атлантическом океане. Единственным местом по предсказанию Кейси куда не доберутся ужасы апокалипсиса окажется Западная Сибирь. Эдгар Кейси это действительно пророк 20 века который кстати обещал реинкарнироваться в 21 веке чтобы проверить точность своих пророчеств. Но почему на эти предупреждения никак не реагирует правительство этих стран? Возможно они не верят Кейси но часть его пророчеств уже сбылась он предсказал атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки о ядерных бомбардировках в этих городах говорил и великий Нострадамус в своей книге пророчества Сначала настанет конец света некая глобальная планетарная катастрофа будут происходить землетрясения солнечные затмения падения звезд с небес на землю явится Иисус будет страшный суд и все получат по заслугам а потом настанет тысячелетнее царство Божие Пророчества написаны все символическим языком и человек должен думать над этим и допустим в библейском тексте он здесь состоит из пророческих текстов скажем так там стоит четкое указание исследуйте писание а не просто версии поэтому символический язык обязателен израильский математик Илья Хурибс уверен что в библии написанной более чем две тысячи лет назад содержится множество сведений о нашем времени основываясь на текстах священного писания он безошибочно предсказал что в 1991 году начнется война в Персидском заливе математик перепробовал множество комбинаций например считывание каждой второй буквы в тексте или каждой пятнадцатой исследования Рипса увенчались успехом он смог найти код к зашифрованной информации и прочесть в библии пророчества о войне допускаю это вполне возможно то есть я слышал о том что израильский математик путем библейских поисков и анализов сумел предсказать войну в Персидском заливе допускаю что с помощью библии и даже не могу сказать никакого слова вопреки просто каждому человеку открывается свое понимание это вполне допустимо основной интерес у тех кто когда-либо занимался изучением библии вызывает пророчество о конце света а точнее дата наступления апокалипсиса в 30-е годы прошлого столетия сенсационное заявление сделал американский пророк Эдгар Кейси по его словам в начале 21 века землю ждет невиданная катастрофа которая произойдет из-за смещения тектонических плит в районе Тихого океана Кейси утверждал что именно этот день называют великим судом пророчество Кейси не зашифровано